Формула смысла Ну, говорит, надо Я говорю, почему? Ну, говорит, ну, все живут без правил Вот, и это и есть постмодерн Я говорю, э, как-то, конечно, давно уже живут так, без правил Вот, говорю, там, самое мощное, что можно было заметить Кстати, это то, что проспало наше Политбюро И все институты США и Канады, и все, что в этом смысле и разведка Это отказ от золотого эквивалента Доллара в 75-м году, который произошел И, конечно, это был отказ от правил От целой системы правил огромных Вот, ну, вот пропустили тогда А сейчас это только все последствия Ну, понимаешь, если уж говорить о золотом эквиваленте То у нас-то тоже после червонца Ничего золотом не обеспечивалось А червонец вводился вместе с НЭПом для стабилизации валютной системы После того, как экономика и финансовая система стабилизировались в нежных государственных руках Уж неважно, работали или не работали, но не проявляли завидную стабильность У нас было написано на купюрах Обеспечено всем достоянием государства Ну, таким абстрактным Значит, там не было этого самого Или реальности золотого содержания Ну, просто наше вот это вот Все, что бы обеспечено Не использовалось в международных ращах Да, ну, ты не мог прийти с рублем в банк И сказать, дайте мне, пожалуйста, вот там Унцию золота на него там И сколько там он формально стоил То есть золотого обеспечения К тому времени в реальности не было Ни одной валюты, не могло быть Хотя, кстати, теоретически Советский Союз, который полностью, кстати, контролировал Печатный станок, да, у себя Мог ввести золотое обеспечение Но возможность допечатывать денежку Она всегда была предпочтительной Ну, не в этом дело Значит, если... Я не случайно тебе сказал, что давай поговорим о постмодерне, да Потому что для того, чтобы бороться с какой-то системой Надо понимать, на чем она основана Она основана в политическом смысле на идеологии постмодерна А в экономическом смысле на эрегономике И они между собой очень плотно переплетаются Потому что я уже когда-то говорил, да, что эрегономика запускалась По принципу Я возьму у родителей пачку денег, украду Схожу в казино, выиграю Деньги быстренько положу на место, пока они не видели Еще и заработаю на этом деле И теоретически это может работать Но один раз И не обязательно Потому что ты можешь уйти в казино и все деньги оставить там А потом родители спросят, где пачка денег Ну вот, правда, не у родителей, а у будущих поколений Но эрегономика тоже работала по принципу Мы возьмем много денег из будущего Вот, выиграем холодную войну А потом потихонечку положим все это дело на место То есть стабилизируем экономику И все будет нормально Но У меня был учтен один момент Когда ты создаешь какую-то экономическую или финансово-экономическую систему Которая действует более-менее продолжительное время Ну там 5-10 лет Эрегономика раз лет 10-15 работала То появляется большое количество людей Организаций, предприятий Которые в эту систему интегрированы Они без нее жить не могут А в рамках нее живут очень хорошо И когда наступил момент свертывания эрегономики Оказалось, что в Соединенных Штатах никто этого не хочет Всем выгодно Буш-старший хотел, за это его и не избрали Ну да, оказалось, что все против Его же не просто не избрали Реально народ был против Той экономической программе, которую он предлагал Потому что так же было хорошо Пришел, взял кредит и живешь Значит, самое А за счет около нулевых ставок Ты практически ничего не должен А в перспективе там речь шла о возможности отрицательных пенсионных ставок Когда ты взял кредит, а банк все еще должен Вообще прекрасно Жизнь малинов Поэтому Не только там элиты Мы часто говорим об элитах Но и широкие народные массы Со всеми хотели расставаться с такой малиной Когда деньги просто печатаются Как там говорил Бернанк Будем разбрасывать с вертолета, если надо И он был очень недалек от истины Они примерно так и поступали Почему всегда Когда наши Отлеты в кавычках Рассказывали, что Россия просто мало платила А вот если бы платила как американцы То тогда у нее было бы больше друзей вокруг Американцы заходили Раздавая деньги пачками Потому что они их просто тупо печатали По принципу Нате берите, боруйте, я вам еще одно печатаю Набери, я себе еще нарисую И Перебить их в этом не было никакой возможности Ты дашь миллиарды, они дадут 10 Потому что ты эти деньги зарабатываешь Они их просто рисуют Понятно, что такая система Очень многих привлекала Ничего делать не надо, деньги дают Надо только проявлять Определенную лояльность Так вот, идеологически эта система Собственно и объяснялась с позиции постмодерна Правила отсутствуют Правил нет Правила это пережиток прошлого На самом деле можно все Они не случайно стали Поднимать На щит вот эти вот Девиации всякие Это наглядное подтверждение Символизация Да, наглядное подтверждение О том, что все можно Что правил нету И что это хорошо Вот видите, как хорошо Какое у нас славное общество Что хочешь, то и делаешь И никто к тебе не приходит Не ругает, не обижает В тюрьму не садит Значит, правил нету И все хорошо живут И денег у всех много Значит, и все живут хорошо И свобода полная Эта идея, собственно, продвигалась в массы Но, опять-таки, нельзя Работать по принципу Вот эта вот идея будет для масса Вот это вот для себя лично Значит, я уже когда-то Приводил классический пример Революционеров Начиная от английской Или даже еще от голландской революции Ну, великая французская Это вообще классический пример И за ней октябрьская Когда они не просто так Начинали потом расстреливать Или гильотинировать друг друга Просто потому что Один раз запущенный механизм Он действует для всех Не только для врагов Но и для друзей И когда враги заканчиваются Под него попадают друзья Вот точно так же и здесь Если ты запустил этот механизм Для объяснения своей позиции Широким массам То рано или поздно Этот механизм начинает действовать И для тебя лично И поэтому все, что мы сейчас видим Во внешней политике западной Когда мы говорим Ну, идиоты же, да Можно же было договориться Всем было бы хорошо Ты вот говоришь Они там не могли договориться Да я сейчас так говорю Что они не могут договориться Потому что Их экономическая система Не предполагает возможности Отсутствия американской гегемонии Но За гегемонию можно бороться Соединенные Штаты Вот эта система создавалась И наиболее активно И эффективно существовала Не в тот момент Когда Соединенные Штаты Стали гегемоном А в тот момент Когда они боролись за гегемонию Поэтому чуть-чуть отступить И в контролируемом режиме Продолжать борьбу за гегемонию Теоретически было даже В интересах Соединенных Штатах И умные люди В том числе, кстати, и Буш-старший Об этом говорили Не надо Не надо доводить Дело до абсурда Надо работать В рамках правил Да, их можно иногда нарушать Ну, как в футбол играет по правилам Да, но нарушают Когда это выгодно Значит, или когда другого варианта нету Значит, их иногда можно нарушать Но в принципе они должны действовать Потому что если ты работаешь в системе без правил То даже если ты победил Ты не можешь закрепить эту победу Тогда у тебя не победа получается А временный успех Потому что правила не действуют Не только для тебя В отношении к твоим противникам Но и для твоих противников В отношении тебя Ну вот, давай, предположим Допустим, что В нынешнем противостоянии Американцы победили Россию Вот в том формате В котором сейчас это противостояние идет Но они уже заявили Понятно, у них другого варианта нету Что они ведут войну на истощение То есть победить они могут только в том случае Если Россия предельно истощится А это значит, что сама идея С которой все начиналось Использовать потом Россию против Китая Так же, как была использована Украина Против России Она уже дальше не работает Потому что истощенное государство Бросать на Китай нельзя Он его быстро победит И получит в свое распоряжение Все ресурсы российской Сибири Что для Соединенных Штатов смерти подобно Значит, соответственно Логика игры без правил Приводит к тому, что даже если ты На каком-то этапе одерживаешь плен Ты потом не знаешь, что с ней делать Это точно так же, как вот сейчас Мы сталкиваемся с этой ситуацией на Украине Мы понимаем, что мы победим Но самый главный вопрос не как и когда мы победим А что потом делать с этим И его постоянно задают у нас Если раньше его задавали меньше Мы с тобой когда-то разговаривали Пять-десять лет назад В принципе Никого это не интересовало Сейчас на каждом секунду начинают спрашивать Скажите, пожалуйста А что мы будем делать потом? Ну вот мы победили, да Мы туда пришли Там значительная часть народа нас ненавидит Эта экономика разрушена Большое количество людей бежало Остались инвалиды там Или ветераны войны И что со всем этим потом делать? И это действительно Это вот как раз результат Вот этого подхода постмодернистского Когда Украинские руководства тоже работают В этом же смысле То есть они же работают не на победу Они работают на разрушение России Это разные вещи И вот То, что они сейчас делают Вот они там уничтожают население Украины С такой эффективностью Что Гитлер бы позавидовал Мы говорим Зачем? Они же уничтожают собственное государство Они же говорят, что они его любят Они же его, кстати, хотели развивать Они хотели чуть ли не империю строить Россию завоевывать Зачем же они его уничтожают? А идея существования этого государства Уничтожение России И поэтому, если уничтожить Своей гибелью Украина отравляет российский суп То она выполняет свою функцию С точки зрения нормальной Традиционной логики Это абсурд Самоубийство государства Для того, чтобы нагадить соседу под дверью А с точки зрения логики постмодерна Это совершенно правильное действие Ну, постмодерне, во-первых Государство не является никакой ценностью О чем я тебе и говорил С точки зрения логики постмодерна Это как бы следы еще из модерна Потому что Ну, провозглашение Умирания государства Произошло, так сказать, параллелно В двух ветвях европейской мысли Хоть в марксистской, хоть в либеральной Обе они утверждали смерть государства Да, но модерн все-таки работал с государством Он ждал, что оно умрет, но работал с ним Исходило из того, что оно все-таки живо И, кстати, все модернизационные течения Не, ну оно умрет, но потом, да Да, но все модернизационные течения Они в результате строили тоталитарное государство То есть сверхконтролируемое государство То есть модерн, красный оборот, он декларируя одно Ну вот государство ли Здесь мы можем с тобой завязнуть, как танк в болоте Понятийной дискуссии Тоталитарное государство Это неэффективная система Тема, вернее как, эффективная на очень коротком промежутке времени Там 10-15 лет Ну сверхвласти не строили на самом деле Ну государство и есть в власти Нет, государство не есть в власти Государство без власти нет Государство без власти не существует Государство это форма Да, и власть опирающаяся на определенную процедуру В результате государства эта процедура существовала И, кстати, она находилась по очень жестким контролям Обходить процедуру никому не позволялось Вот другое дело Какая это была процедура То есть в результате нее проходил негативный отбор в политику Но сегодня процедура была Почему я говорю? На коротком этапе она сверхэффективна Потому что полный контроль позволяет мобилизовать силы Сделать какой-то небольшой рывок Но потом начинают работать негативные последствия В самой процедуре, на которой основано тоталитарное государство Вот модерн это тоталитализм А постмодерн это вообще полное отрицание Это такое вязкое болото, в котором ничего нету В котором Байден это политический деятель Ну в реальности столик, ничего не видящий вокруг себя Ничего не понимающий Крупнейший политический деятель Руководитель одной из сверхдержав Владелец язерного чемоданчика И так далее И он же идет на выборы И американцы Это даже не шутка То есть он идет на выборы Их не шокирует, это не смешно Вот это постмодерн Когда не важно что Мы имитируем Мы имитируем правила Мы имитируем государство Мы имитируем деятельность А что происходит на самом деле По большому счету не важно Потому что действительно Все действия направлены на тотальное разрушение Ведь опять-таки Американцы Разрушают свою собственную систему Ну вот совсем недавно Путин в очередной раз сказал Что там они своими действиями Ослабляют Позиции доллара В мировой системе Почему они ослабляют их даже быстрее Чем нам бы хотелось Мы не успеваем перестраиваться за ними Но они же не только позиции доллара Они ослабляют позиции Американской государственности В целом в мире Пытаясь сконцентрировать силы Против России И пытаясь Нанести нам сокрушительный удар В течение короткого промежутка времени Пытаясь мобилизоваться Они по большому счету Все свои позиции Везде по миру ослабляют Это очевидно Они потеряли позиции в Африке Они потеряли позиции в Латинской Америке В Азии У них там если что и осталось Только те кто сильно боится Китая Значит и У кого с Китаем Территориальная противоречия существует Ну ты знаешь что это интересно Вот Постмодерн Не постмодерн Ну какие то простые Я вот Я больше на все это смотрю В таких Простых связках Логических Да Но в этих связках Отсутствует У них как правило Отсутствует Контрольный вопрос Или контрольный выстрел в голову А что если нет Да Вот поясню Так хотели втянуть Россию В войну И так были убеждены Что как только это произойдет То сразу России наступит конец Ну все на это поставили Поставили на это все На Назаро Вот Никто не задал вопрос А что если нет А что если вот России Конец не наступит А все абсолютно нормально Посмотри как Там живет Постмодернистский Андеграунд Да Значит они начинают Обычно с того что мы Ну как ты сказал Прости ты с этого начал Возьму у родителей Деньги Поставлю на Зеро Вот Выиграю Миллиард триллионов Родителям деньги верну И сам буду счастлив А что если нет Что если Зеро Не выпадет Посмотри как живет Постмодернистский Андеграунд Это все Кто ставил на Зеро И оно не выпало Ну да Потому что оно не выпадает У них Никогда Они начинали с того Что мы великие И вот сейчас У нас Куча возможностей Сейчас весь мир Упадет на колени Значит построит нам Золотой памятник А мы будем там Наверху стоять И поплевывать Значит и жить хорошо Потом выясняется Что они невеликие Или вернее Что мир их величия не видит Ну какая-то группка Почитателей Есть там Три-четыре Некоторых даже Целых тридцать человек Они собираются с ними Рассказывают друг другу Что все они великие Там поэты Художники Писатели Танцоры Значит певцы Там и так далее Вот Чувствуют себя там В своей талилке А весь мир Они отвергают Ну это просто Он Недорос до нас То есть Если Наша оппозиция Недорос народ То для тех Недоросло человечество Но они себя чувствуют хорошо То есть Их мечта не сбылась Да Они поставили на зерно Деньги не получили Проиграли все Что было И находятся В каком-то Самое Абсолютно Маргинальном спектре Но они себя чувствуют хорошо Потому что С их точки зрения Вот Они находятся В цивилизационной струе Да То есть Они движутся В направлении Развития цивилизации Они находятся Впереди Ну да Эти отстали Просто не понимают Их еще Они опередили свое время Вот так они Себя позиционируют То же самое С точки зрения Политиков Постмодернистов Да Не получилось Ну и что Мы же движемся В правильном направлении Надо просто двигаться дальше Двигаться дальше Продолжать хаотизацию Что такое постмодерн Это хаос Значит Надо продолжать хаотизацию Дальше Значит И поскольку наши действия Направлены на хаотизацию Значит Мы действуем правильно Будем действовать дальше В том же направлении Подумаешь Не получилось с Украиной Тудовить Россию Давайте мы попытаемся Найти таких Украин Еще штук 10 Не получается их найти Давайте их организуем Не получается организовать Давайте нам кого-нибудь Припугнем Или убьем Или еще чего-нибудь Главное что Главное все время Сохранять позитивный настрой Да И при этом Они как постоянно Они говорят Ну вот Дальше мы не пойдем У нас там Периодически говорят Мы там чертим красные линии Они их переступают Значит Нам им плевать Они чертят красные линии Сами их переступают И им плевать Они говорят Вот дальше этого Мы ни в коем случае не пойдем Значит Они говорят Да нет Пойдем дальше А как же Вы же Ну понимаете Мы думали что Не надо будет А теперь понимаем что надо И на следующий день опять дальше, и дальше, и дальше. Хотя только что сами же объясняли, почему нельзя. Но уже можно. Потому что если до этого не сработало что-то, но мы же идем в правильное направление, значит надо делать следующий шаг. И поэтому вот эта вот система, о которой мы постоянно с тобой говорим, система нагнетания напряженности, система постоянного повышения ставок, она не может не работать для них. Она естественная. Она может изменить позицию, но идеология не позволяет, они поэтому не могут принять правильное решение. Вот эти точно так же. Да, идеология не позволяет. Тем более, если у тебя в идеологии широко поставленная, разрекламированная и утвержденная цель уничтожить Россию. Вот. Вышли же на такую позицию, когда они ее совершенно не скрывают. Ну, хорошо бы было бы задать ему... С точки зрения постмодерной, это не преступление. Не преступление. Да. Но задать нужно вопрос, который я... А что будет, если нет? Ну, это им не поможет. Спасибо, Ростислава Ищенко. Прощаюсь с радиослушателями Вести и ФМ.